Городской репортаж Городской репортаж И при необходимости Сказать какие-то сроки По реализации этих проектов Начальником информационно-аналитического отдела Управления информационной политики И информационного обеспечения администрации Балашихи Ниной Ушаковой Форума общения с главой была выбрана В режиме вопрос-ответ И первый вопрос прозвучал от программного директора Телеканала «Электрон» Маргариты Агафоновой Он касался организации взаимодействия Населения и власти Реализации принципа работы главы Балашихи Когда нужды горожан Органы местного самоуправления Не просто слышат, но и принимают решения Направленные не на снятие с повестки дня А на удовлетворение потребностей жителей Вопрос, который неоднократно уже звучал От всех, наверное, коллег моих И от меня тоже И от жителей на встречах Ваших с населением Большой Балашихи Вопрос один и тот же Как будет работать Власть с населением После окончательного формирования Единой администрации? Ну, новые структуры только формируются Но, хочу сказать Мы работаем достаточно плотно в этом направлении И в первую очередь ставим во главу угла Эффективность работы В целом власти на такой большой территории Что касается федеральных служб Они все сохранятся на территории Что касается региональных служб Также все сохранятся Что касается муниципальных служб Будет некоторая корректировка В каком плане? Вот, как я вижу Это присутствие представителей Главы городского округа Практически в каждом микрорайоне Нашего города Мы определяем Примерно от 15 до 25 тысяч Микрорайон И, соответственно, там будет Представитель главы Для чего? Для того, чтобы как раз Была возможность у жителей Не ездить куда-то в центр В центральную часть Балашихи А именно была возможность Прийти на территорию данную Где он проживает Либо оставить какую-то информацию Либо оставить жалобу Либо предложение Ну и в конечном итоге Представители главы Будут, в общем-то, отслеживать Всю ту работу Которая должна происходить На определенной территории Главный редактор Общественно-политической газеты Факт Ирина Бородина Задала вопрос Относительно работы Городской службы Скорой медицинской помощи Ведь если По утверждению Главного врача города Штат медицинского персонала Начал пополняться То с транспортным обеспечением Службы дела Обстоят не лучшим образом С машинами скорой помощи Беда Их планировалось увеличить До 20 Вот будет ли это Выполненное решение Как в этом отношении Да, конечно, будет Но мы Стратегические вещи Должны для себя определить Что в первую очередь Что во вторую Что в третью Мы должны жить с вами Будем жить за собственные средства И должны считать эти деньги Если мы будем говорить о том Что завтра сделаем Это все То штаны порваются Соответственно На текущий год Мы не определяли Закупку Машин скорой помощи В первую очередь На текущий год Стоят другие Стратегические задачи Соответственно Это удел Уже следующего года В последние несколько лет Неплохо зарекомендовала себя Общественная палата города Гражданские и молодежные форумы Самыми острыми проблемами И реальная работа В комиссиях Способствуют выявлению Не только И без того Всем известных недостатков Но и скрытых Завуалированных Городских проблем Есть ли Какие-то планы В отношении развития Этой структуры И насколько вы считаете Необходима Ее работа В городском округе Ну я хочу сказать Что И от меня Прозвучало предложение В том плане Чтобы Общественные палаты Не расформировать А оставить их В том виде В котором Сегодня Обе палаты существуют Нужно их просто соединить Что в общем-то И произошло С учетом Выборной кампании Скажем так Отсутствие Такого времени К сожалению Я думаю Что после выборов Мы Найдем возможности Выберем Одного руководителя Объединенной Общественной палаты Это наверное Будет правильно И справедливо А количество 90 человек Я думаю Что это нормально Чем больше Общественников В данной ситуации Тем Больше помощи власти В том числе И критические Замечания И Значит Те Предложения По всем Направлениям И социальным И строительным И благоустроительным Это только Поверьте Плюс Потому что Иногда Значит Такие идеи Возникают В общем-то Которые Удивляешься Берешь пример С этого Я думаю Что общественная палата Должна просто В последующем Работать Более Эффективнее Это Полезнее будет Всему Нашему Балашихинскому Сообществу Завершение строительства Перинатального центра Его кадровое обеспечение Беспокоит читателей Популярного еженедельника Городской вестник И вопрос главного редактора Вадима Кузнецова Как раз касался Этой темы Удастся Удастся Разбежать Кадру Повода И найти Сотрудника Который Будет Выправлять Этой темы Что касается Завершения строительства Перинатального центра Я Наверное Разделил бы На две части Первая Это Финансирование Сегодня Этот объект Обеспечен 100% Финансированием Как из городского бюджета Железнодорожного Так и 400 миллионов Из бюджета Правительства Московской области Глава города Отметил Что не все специалисты Отнеслись к своей работе Должным образом Также сложным моментом Является приобретение Оборудования И по мнению главы Закончить центр В этом году Удастся только В строительной части И части благоустройства Андрей Жигалин Поинтересовался У главы Балашихи Судьбой микрорайона Держинского Как он будет благоустраиваться Если какие-то специальные планы По его правилам Я к сожалению Вчера не смог присутствовать На встрече С жителями Этого микрорайона Он будет благоустраиваться Один из первых Как центральная часть Балашихи Это проспект Ленина Улица Парковая Проспект Ленина До площади Славы Так и микрорайон Зажинский Начинаем мы благоустройство Этого микрорайона Именно с парка Победы И парк И памятник Будут реставрироваться Сто процентов Ну а на следующий год Уже Будет дальнейшее развитие Этого микрорайона Это И парковочные места И Водоотведение И Асфальтирование Дорожного полотна И создание Других Зон Для отдыха Жителей Которые проживают В этом микрорайоне Корреспондент Газеты Мой город Железнодорожный Ларису Кощенко Интересовал вопрос Который задают горожане О перераспределении Средств бюджета Железнодорожного В поддержку Первоочередных Проблем Балашихи Мы часто Мы часто Говорим На эту тему Я вам хочу Сказать Что Ну Кто-то Пытается Эту тему Развивать Она На мой взгляд Нехорошая Тема Балашиха Самодостаточный Город И имеет Свой хороший Бюджет Значит Единственное Что Да Сегодня Железнодорожный Получше С учетом На Душу Населения Значит Он имеет Более Лучшее Состояние Но Потенциал Огромный В сегодняшней Балашихи И Сегодня Перекладывать То что Здесь Куда-то Деньги Отсюда Идут Туда Нет Абсолютно Объединенный Бюджет Позволит Быстрее Развиваться Экономически Социально Вот Наверное Самое Главное Что Мы Получим Из Общего Бюджета А что Туда Меньше Туда Больше Это Глупости Надо Развивать Всю Территорию И Неважно Чьи В последующем Предприятии Больше Заплатят В городской Бюджет Еще раз Повторюсь Что У Балашихи У Железнодорожного Огромнейший Потенциал И не только Финансовое Но интеллектуальное В том числе Алексей Кашпоров Представляющий Интернет Сегмент Совета Депутатов Заострил Внимание Главы На поддержке Губернатором Московской Области Процесса Объединения Муниципальных Образований И поинтересовался В чем собственно Эта поддержка Проявляется Что получит Большая Балашиха Есть какие-то Ну циферки В рублях Или это конкретные Объекты Или это техника Принято достаточно Интересные На мой взгляд Решения Эффективные Которые позволят Уже В текущем Году Получить Часть денег На ремонт Двух поликлиник Это первый На проспекте Ленина И четвертый В микровине Гагарин И строительство Двух новых Поликлиник Одна Так и будет Иметь цифру Номер два Это вместо Той Которая Сегодня Находится На улице Заречная Значит Она в последующем Подлежит Просто сносу И вторая Поликлиника В микровине Авиаторов Незавершенное Строительство СУ-155 На 800 Посещений В смену Со станции Скорой Помощи Это За Полтора года Практически Вот так Посчитать Это Более чем 2 миллиарда Рублей Как это считать Помощью Или просто Это Значит Я считаю Что Правительству Московской области В данной ситуации Когда Муниципалитет Объединяется Не все равно Соответствующая помощь Как Андрей Юрьевич Завил Будет оказана Там где прошло Укрупнение Как минимум Миллиард рублей Будет Отдан Территории С учетом Оптимизации Сегодняшнего Финансового Состояния Московской области Представитель Блогерского Сообщества Марина Волкова Попросил Главу Балашихи Поделиться Перспективой Улучшения Качества Работы Многофункционального Центра Развитие Действительно Последние годы Не проходило В направлении Многофункционального Центра Территория Развивалась В плане Жилищного Строительства Услуга Качественная Не представлялась Просто Немного Если можно Так сказать Упустили Этот момент Сегодня Организовываются Два Офиса Это Микрорайон Заря И Микрорайон Гагарин Открыт Офис Железнодорожного На 28 Окон Это Только Начало Перспектива Развития Окон Как в существующем Здании МФЦ Железнодорожного Так и будет Через полтора года Построено Новое Здание МФЦ Вернее Реконструировано Будет здание Бывшего Мебельного Магазина И Под МФЦ Территория Северного Зари Пуршева Весь Юго Восток Он будет Обеспечен Окнами Задача Стоит Такая Чтобы До конца Текущего Года Снять Эту Проблему И чтобы Больше Она не Возникала Представителя Управления Информационной Политики Анну Тришкову Интересовал Вопрос Касающийся Проведения Мероприятий Посвященных 70-летию Победы Как широко Они будут Проводиться В нашем Городе И в городском Упроке Железнодорожном Чем они Запомнятся Для жителей Эти мероприятия Идут На мой взгляд Достойно Проводятся Что в Балашихе Что в Железнодорожном Задача Стоит Такая Что До 25 Апреля Полностью Завершить Процесс Вручения Медалей Которые Ветераны Наши Заслужили Ну и Конечно Кульминация Это День Победы 9 мая И В Балашихе В Железнодорожном Будут Проводиться Мероприятия По чествованию Наших Уважаемых Ветеранов И там И там Пройдут Парады С участием Военных И техники Ну и Как правило Всегда Завершается Концертом Для наших Ветеранов И Салют Салют В честь Ветеранов Отвечая на вопрос В отношении Перспеки в строительство Детских садов Глава отметил Что развитие Будет продолжено И наряду Со строительством Муниципальных Дошкольных учреждений Есть смысл Уделить внимание Частным А в Железнодорожном Уже появилась Возможность Принимать детей В ясельные группы От 2 до 3 лет Что касается Балашихи То по мнению Главы Решить этот вопрос Можно комплексно И строя новые Детские сады И наводя порядок В работе Уже существующих Вот последние действия Начиная Где-то Наверное С ноября Прошлого года Очень серьезное Было движение В плане Представления Дошкольных учреждений На территории Балашихи По разным направлениям Как Наведение Просто элементарного Порядка В дошкольных Учреждениях Это дало Цифру Более 1300 мест Ну вот Вы представьте Это Если взять Это практически 10 10 детских Садов Далее Это новое Строительство Дошкольных Учреждений Которое Сегодня Продолжается На следующий год Будет продолжено Соответственно Я считаю Бюджетные деньги Пора прекращать Вкладывать Это же нужно Все обслуживать И реально Нужно смотреть Уже В перспективе Развития Территории Если мы будем Уделять Внимание Только Дошкольным Учреждениям Это Неправильный Подход Также В ходе Пресс-конференции Глава коснулся Вопросов Обеспечения Техникой Для очистки Снега В зимний период Сложности С парковочным Пространством И ряда других В завершении Пресс-конференции Очень хотелось Узнать мнение Городоначальника Эти выборы в совет Они являются Очень важными Потому что Это первые выборы При такой территории Это выборы Которые Наверняка В перспективе Будут формировать Из этого Депутатского корпуса То ядро Которое действительно Будет вам помогать Максимально И максимально Осуществлять связь Между жителями И администрацией Такая привычка Российских граждан Есть Мы много Стараемся критиковать Но в то же время Самим быть Ну Все бывает В жизни Но в основном Самим быть в стороне Так же и с выборами Происходит Мы В грудь себя бьем После выборов Я вас выбирал А на самом деле Человек и не ходил Но любит Пошуметь Постучать себя в грудь Я ходил Я за вас голосовал Или наоборот Не голосовал А на самом деле Проще простого Надо выполнить Просто Конституционный Свой долг Прийти Проголосовать Потом ты имеешь Право Требовать У тебя и так Конечно есть права Никто их не отбирает Но я конечно Прошу всех Прийти на участки Проголосовать Это Исторический момент Да Когда-то был Один район Но это район Сейчас это Единое Муниципальное Образование И На мой взгляд Не должно быть Безразлично То что Кто придет В совет Депутатов Это очень важно Могут Прийти Крикуны Могут Реально Помощники Исполнительной Власти Поэтому Все зависит Опять же От нас Как и уборка Леса Или наоборот Не сорить Или же Вести себя И быть Культурным На дороге Или в общественном Транспорте То есть Мы Должны Это все Учитывать И понимать А критиковать Мы Всегда сможем И Была бы В этом Справедливость И Необходимость И Толк 18 апреля У нас Медиа Субботник Приглашайте Да Приглашаю Приглашайте Обещают Шашлык Обещают Метла Початки И Хорошем Настроении Если серьезно Конечно Приходите Достаточно Интересный Праздник Будет На мой взгляд Сегодня Губернатор Заворожил Всех Правительство С телефона Не слазит И просит У нас площадки Для проведения 18 числа Своих Суборд Да А нам не жалко Спасибо 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 Валерий Сахнов Владимир Платицын РТВ Подмосковье Городской Репортаж Редактор 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 Корректор Корректор Редактор 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 Редактор